Дворце ночи Женщина в длинных чёрных одеждах сидит на богатом троне. За спиной у неё крылья. Это ночь. Она сторожит тайны природы. Широко раскинулся по небу млечный путь. Кто это так настойчиво стучится у хода? Да ведь это котёнок Тилет. Кто идёт? Это я, госпожа ночь. Силы у меня больше нет. Что с тобой, дитя моё? Ты бледен, отощал и весь забрызган грязью до самых усов? Или опять дрался по крышам под снегом и дождём? Какие крыши? Не до крыш мне теперь. Мяу! Наша тайна в опасности. Я вам говорил про Тильтиля, сына дровосека и про его волшебный алмаз. Так вот, он сейчас придёт сюда и будет требовать, чтобы вы отдали ему синюю птицу. Боже мой! Какие настали времена! У меня нет ни минуты покоя. С некоторых пор я просто перестала понимать человека, куда его влечёт! Неужели же он хочет узнать всё, всё? Он овладел третью моих тайн. Все мои ужасы боятся и не смеют показываться. Мои призраки разбежались. Большинство моих болезней гибнет! Ужасное настало время! Вот, приближаются. Слушай, по-моему, есть только одно средство. Так как они всё-таки только дети, их нужно так напугать, чтобы они уже не решились бы открыть большую дверь посередине, за которой скрываются лунные птицы. Достаточно для этого тайн других пещер. С лестницы, обнюхавая дорогу, впереди бежит пёс. За ним медленно, бояся ступиться, спускается тельтиль, метиль, сахар и хлеб с большой серебряной клеткой в руках. Сюда! Пройдите! Пройдите сюда! Я уже предупредил госпожу Ночь о вашем приходе, и она в восторге! Но ей не совсем здоровится, поэтому она не могла выйти к вам навстречу. Пройдите! Пройдите сюда! На колени! На колени! С добрым днём, милая ночь! С добрым днём? Почему же ты не скажешь «доброй ночи»? Или хоть с добрым вечером? Простите меня! Я не знал! Кот мне сказал, что вы пришли за синей птицей? Да! Пожалуйста, скажите нам, где она? Не знаю, дитя мое! Здесь её нет! Я её никогда не видел даже! Нет, она, наверное, здесь! Я это знаю! Душа Света мне сказала, а она всё знает! Будьте добры дать мне ключи! А знак есть у тебя? Есть! Где он? Вот алмаз! Ну, хорошо! Вот ключи, открывающие все двери! Но берегись! Если случится несчастье, я ни за что не отвечаю! Позвольте! Позвольте! А разве есть какая-нибудь опасность? Ещё бы! Да я даже сама не знаю, что бы я сделала, если бы некоторые из этих дверей открылись и разверзлись бы бездны, скрытые за ними! В силу того, что я стар, опытен и преисполнен любви и преданности к этим детям, я являюсь их естественным защитником! Поэтому я должен предложить вам один вопрос! Пожалуйста! В случае опасности, каким путём нам бежать отсюда? Нет никакой возможности бежать отсюда! Ой, ой, ой! Деньги не надо! Деньги умедлить! Посмотрим! Что за этой дверью? Берегись! Там воины! Они теперь более опасные и сильные, чем когда бы то ни было! Не дай бог, если хоть одна из них вырвется теперь из-под моего надзора! Открывайте дверь! Открывайте дверь! Деньги не попрашивают! Хлеб! Вы принесли с собой клетку для синей птицы! Да, да, вот она, вот! Я не чувствую страха! Ну, не лучше ли не открывать дверь, а поглядеть в скважинку? Я у вас не спрашивал советов! Я не хочу, мне страшно! Я хочу идти домой! Где сахар? Сахар! Вот при вас, милая барышня! Тише не умедлитель! Опускай! Открывай! А же! Вот как надо! Ну, слава Богу, поддались! Ты их видел? Видел! Они громадные, страшные, но там нет синей птицы. Еще бы, если бы она к ним попала, они бы ее сейчас же съели. А там что? Как? Ты все еще продолжаешь смотреть? Я же тебе сказала, что синяя птица никогда сюда не прилетала. Впрочем, открой, если хочешь. Там болезни. Что же? И эту дверь надо открывать с осторожностью. Нет, их нечего остерегаться. Они, бедняжки, присмирели. С некоторых пор человек все с ними воюет. Да вот, открой, сам увидишь. Синей птицы там нет. У ваших болезней очень больной вид. Они головы поднять не могут. Смотрите, какая-то малютка выскочила оттуда. Ач-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч- Самая маленькая из болезней, ее как раз меньше всего травит, и она процветает. Подойди сюда, малютка. Ты слишком рано выскочила. Подожди осенью. Осенью подожди. Ну, ступай туда, ступай. Ну, теперь ты убедился, что здесь нет твоей птицы? Нет, не убедился. Я знаю от света. От света, кто сам сидит дома, не трогаясь с места, тому легко посылать других. Пойдем к следующей двери. Что там? Там у меня заперты тьма и ужасы. Ой, не открывай эту дверь. Можно открыть дверь. Сколько угодно. Они спокойны, как болезни. Их, кажется, там нет. Тьма, ужасы. Выходите. Вам полезно поразмять ноги. Выходите. Появляются огромные фигуры в серых покрывалах. Они так высоки, что нельзя разглядеть их лиц. Медленным и умолимым шагом они надвигаются на тертиля. Мальчик в ужасе отступает от них. Не бойтесь. Оставайтесь. Это ребенок. Он вас не тронет. Оставайтесь. Они испугались. Они отступают. Какие страшные. Они стали очень пугливы. А там опять ужасы. Нет, там у меня заперты ночная роса, соловьиное пенье, ароматы моей тени. Соловьиное пенье. Там-то она, наверное, и есть. Открой, если хочешь. Страшного там ничего нет. Какой чудный аромат наполнил воздух. Как сладко поют соловьи. Звезды спустились с неба и кружатся в волшебном танце. Какие красавицы! Звезды спустились с неба и кружатся в волшебном танце. А те точно сотканные стекла! А как танцуют! А как поют! Звезды спустились с неба и кружатся в волшебном танце. Эй вы, звезды! Не время теперь плясать! Небо все в тучах! Отправляйтесь! Не то я позову солнечный луч! Они как раз пляшутся, их трудно унять! Ну, а это большая дверь посредине! Что за ней? Не открывай ее! Почему? Отворять ее запрещено! Господин Тильтиль, не открывайся! Господин Тильтиль! Не надо! Господин Тильтиль! Там-то есть синяя птица! Не открывай! Душа света мне ведь сказала! Господин Тильтиль! Откажись! Остановись! Не искушай судьбу! Не открывай эту дверь! Тильтиль, господин Тильтиль! Господин Тильтиль! Я должен открыть эту дверь! Послушайте ночь! Ведь она же говорит правду! Жальтесь над нами! Не искушайте судьбу! Не открывайте эту дверь! Вы рискуете жизнью! всех нас, господин. Я должен, я должен открыть эту дверь. Я не хочу, я не хочу. И я ее открою. Я не хочу, я не хочу. Хлеб, сахар, возьмите метиль, уведите ее подальше, а я открою эту дверь. Спасайтесь! Бегите! Спешите! Спасайтесь! 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 Постойте! Постойте! Погодите! Дайте, дайте набежать до конца залы! Спасайтесь! Божество! Божество! А я здесь! Я остаюсь! Я не боюсь! Телё! Ты славный! Телё! Поцелуй меня! Телё! Вдвоем не страшно! Я не боюсь! Откроем эту дверь и посмотрим, что за ней! Откроем и посмотрим, что за ней! Да это небо! Здесь сотни! Миллионы синих птиц! Хлеб! Сахар! Сахара! 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 Я говорил открыть дверь, а вы боялись. Что? Я? Вот сколько! Ее-то они не поймали? Нет! Вон она на лунном луче. Они не могли достать ее. Она сидела слишком высокой. Дети выходят из дворца ночи. В руках у них драгоценная добыча. Множество синих птиц. Ликующие они идут навстречу душе света. Ну что, поймали птицу? Поймали! 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 Вот она! Там они! Там много! Миллионы! 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 Синие! Поймали! Поймали! Миллионы! Вот они! Как! Они мертвые! И твои тело! А мои? И твои тело! И твои, Митиль! Да! Кто их убил? Кто их убил? Как это отвратительно! Не плачь! Не плачь, дитя мое! Дело в том, что ты не поймал той птицы, которая может жить при дневном свете. Она улетела от тебя. Мне так горько! Но мы ее отыщем! Отыщем! Божество! А их есть можно?